Ну, понятное дело, что на этом моде игроки будут у нас как-то более-менее фаново к турниру относиться. Да, они будут пытаться играть в каких-то, может быть, не своих ролях, делать какие-то не самые стандартные вещи. Ну, это, в принципе, нормально. Просто разбегаются по линиям кто-куда. Ну, я думаю, что здесь-то у NL5 по линиям все будет предельно ясно. Он просто как имперцы будут располагать свои линии. У них, по идее, должен быть медовой Магнус. Да, вот у него закупка как раз-таки на мед. Встречаются на нижней руне. Здесь и хвост, и резолюши, начинают драться. Пошел Лартик Бёрн. Бейн тоже рядышком подключается. Мы видим сразу же Скёрчет Торф. Очень больно резолен. Он пытается сжить и отжимают руну. Так, ребята, из NL5. Ну, как они пытались отжать. Магнус успелить. Теперь руны переходить на топе снизу. А так пока страдают. Заяц пытается уничтожить. Это Фёрт Блад. Фёрт Блад лично бит, берает ПП. Правда, в размен на Тартар. Ходхост у нас будет встречаться против товарища Палёшки. Нагнус против Даблар Ассасин. Снизу у нас будет такая интересная Даблам. Дум с Бэйном против Рейс Кинга и Интера Иверны. Какие-то лаги от команды. Ну, я так понимаю, что есть определённые трудности играть в своей страны, что, в принципе, не так близко хотелось бы, я думаю, до серверов. На Люксембург, там, да, и поэтому видим, всё-таки пинку у них должен быть повыше, нежели игроков из Empire. Ну и лаги, соответственно, тоже им присущи. Надеемся, что всё будет окей. И включится, и всё будет как надо. Вообще непонятно, тут мид-онли, в общем, не получилось поставить, судя по всему, да. То есть, я так понимаю, одновременно два мода включить не удалось. Был выбран мод List Plate, и мид-онли никакого нет, поэтому, собственно, играют на всех трёх линиях. Ну, тогда, получается, первая катка у нас будет такой более-менее серьёзной. Фаново оставить не получилось, например, один на один. А Резоль хотя мог. Не знаю, почему Резоль не вычеркнул. Вот это вот как раз-таки List Plate мод. Тогда мы посмотрели с вами один на один противостояние. Резоль против, может быть, Плёшки. Тогда получается всё более-менее стандартно. Ну, кстати, да, это действительно ведь так, что это, в отличие от первой доты, здесь нельзя выпать одновременно два мода. Они просто обособлены, выделены. Разорвали торсир на дупе. Но я посмотрел на мид-онли Лист Plate. Оп, с броницами посняли ХП у Рейс Кинга. На топе, Darkseer и Слардар, очень-очень такая неприятная линия, мы видим, да, то есть здесь есть Свен, здесь есть Раптор, и всё равно будет очень автоматично стоять. Свен вынужден отходить от скрипочка, потому что Дайан Шел довольно серьёзно скрызает ему ХП, прячется на свой Тауэр. Ну и так, это будет, ну, практически бесконечно продолжаться, то есть будет по Дайан Шелку бегать Слардар, давать станы, пить с руки, Слардар тоже будет по Дайан Шелку. Просто неприятно. Снизу те временем взвали Бэйна. Сделал это Рейс Кинг. Пошёл в 4-3, что не драться, прописывает ему стан. Просто стан. Ну, тиммейта рядом у него не было, но топе, он сиренец тоже экшен. Слардар, станом не попадает во противнику, в Аркайбе он прожат уже на Алохе. Вот, пытается воевать за этот самый отход. Зашёл у нас. Алох, крипочка одного съел, убежал. Всё окей. Ну, видите, пока единственное линии, ничего не происходит, там Магнус против Тампарки, стражаются с крипов. 6-0, здесь 10 на 6, Тампарк, как говорили, не выиграют. Ну, так и должно быть, по идее, это должно быть сильнее Магнуса. Крипачку здесь съедает, всё замечательно. Ну, и Слардар находит хвоста, хвост Киверта потратил, ускоряется, заяц. Нет, у него МП на ещё один стан, причём довольно много не хватает, поэтому хвост разворачивается, прекрасно видит. И Слардар вынужден отходить. Был бы какой-то Айншел, условно, Слардар им, конечно, погнался до конца и сделал бы всё. Овей. Чё-то там. Ну, пока наравно сражаются ребята из НЛ-5. Вообще, что касается этой команды, я думаю, мало кто из вас вообще за ней наблюдал в последнее время. Я, вот, лично скажу, тоже их не видел. Отобрались они сюда, так как выиграли квалификацию открытую. Вот, такие команды, кстати говоря. Также, которые выиграли квалификацию команды, это ProDota Gaming в этом турнире, Siberian, Valenki Black и Team 5 English. Коллектив мы с вами увидим. Ну, часть из них сегодня, часть из них завтра. У нас остальные команды были напрямую, естественно... А, подождите, тут ещё, ещё четыре команды есть приглашённые. То есть, Rejects, Elements Pro Gaming, ещё какие-то две, которые пока не были обозначены. В общем, много-много квалов было открытых. Ну, естественно, прямых инвайтов было восемь. Теперь мы снизу, Рейс Кинга похитил на объезд, с помощью Прэнтапа. Ну, в общем, кстати, именитый такой состав получается из приглашённых команд. Empire, Team Liquid, 4CL, NaLogic Gaming, Arcade Power Rangers, NaVi, Hellraiser, Spiritus Pro. Ну, я думаю, что вот как раз-таки эти восемь коллективов должны будут ходить в следующий раунд. Да, по сетке как раз-таки должно так и получиться. Ну, а там уже с следующего раунда, с второго раунда, матчи будут стартовать по формату Best of 3. Так, Зайк с линием приговорили. Тарксир пытается один против всех драться. Пожимается Warcry. Тут на Серджия пытается уйти. На стан не хватает СВ, но хотя есть, смотрите, хороший глимс в исполнении фаника, и Тарксиры тоже съедают. Начинают имперцы уже потихонечку за счёт скилла и опыта, что называется, разбираться на своих линиях. Немножко подгнабливают, таким образом, противника, как Resolution. Подстрелял под станчик Атольча. Срубает Скёрчторф, ловит Сплинтер Бласт. Не больно. Всё. Это выхиливается Скёрчторфом. Поэтому просто, напросто, нести. Прежде чем, единственное, где есть проблемы на линии, серьёзные, тверцев, это только мидлейн. Темпларке мешать вообще не удаётся. Довольно серьёзно страдает. Ну, негалительное событие, в том плане, что впервые за долгое время с вами бить его хвоста на миду. Он стоит в соло. Без своих суппортов, так далее. Сзади с терением вниз переместился, сделал килл. Наверное, активная игра, много фрагов. Слада, правда, 1-3-1. Ему, я думаю, такой старт не очень нравится. Дэдворс у него слабенький, крипов мало. Но он старается быть активным, мешать постоянно. Очень много передвижений. Так, на топе Свен снова разбирает Тарксира. Делает он уже в четвёртый раз. Ну, точнее, четвёртый фраг на этой линии. Сраптор, видимо, 1-0-4. Ну, всё действительно круто на топ-линии получается у имперцев. Уже есть Аркан Буцы, какие-то на Талисманы. Высокий достаточно уровень. Ну, уже на линию на эту приходите. НЛ-5 будет тяжеловато. Теренив в соло! Хорош, на поле Ошка пошёл и просто разорвал Магнуса. МПС, судя по всему, Магнуса на Скибер не хватало. Я вам послал к сноге. Хорош на полёшка. Акар тащит, тащит. Медлинию, как пенинг. Стоит хороший вард. Видно передвижение Винтер Верны. Видно, что сейчас она возьмёт хейст. Поэтому мы должны быть аккуратненько здесь играть. Резолюшн есть с ноу-фиром. Хотя дают слип. Резоль не имеет пока думания. Левел пятый. Зайц ускоряется под спринтом. Тольче. Подрубается с Кёрча Торф. Стан в ноу-фира. Тольче горит. Стан хороший от Зайца Папаим. И со спины приходит Винтер Верна та самая. Брейн Сапа пытается ноу-фир как-то ещё СХП подбавить. Но даёт слип. Неужели будет жить ноу-фир? Да ладно, пока жив. Слип перенимает на себя Винтер Верна. Пейн просто уходит. Отлично, отыграно. Ноу-фир красавчик. И Резолюшн там ещё пытался двоих тут наказать. Но у него с Кёрча Торф закончился. Торф, если не захотел. Да, ну вот слизу, казалось бы, хорошее нападение должно было быть в исполнении 05. Втроём заходили на двоих. Но разобраться с Думом и с Бэйном у них не вышло. И Дум просто вешает Тризоль. На Тольче. Тольче. Левел 5 и 6 у него нет. Тризоль идёт до конца. Винтер Верна. Хотела бы чем-то помочь, но у неё просто нет МП. Она пытается с Донайт. С Донайт. Получается с Донайт. Но правда получает удар с руки от Тризолюши и погибает. Зря есть, приходит. Так. Полеошка неплохо. С двух ударов разобрал Бэйна. Погоня будет за Думом. Дума есть Скиррч Торф, третьего уровня прокачки, поэтому выводится на убить. Ну вот единственный, кто тащит пока команду к победе на Полеошку. На Топе снова умирает Арксир. Ну снова вот эти вот неприятные глимсы. Возвращает Кинетик с Вентом Стана. Встречает вот Зайца. Пытается убить снова Кинетик. Зайц встанивается. После ФТП пробивает с руки довольно серьёзно. Шторм Кэт пришёл. И дал Артик Бёрн. Пытается пробить до конца и добить этого самого Алоху. Получается его сделать. На миде снова экшен. Слип тембарку. Хвост рядышком. Дейверсполярить уже было потрачено. Ну да. Но Наполеошка просто подрубил рефракшн и скрылся противника. Убивается Ботлом. Пока жив. Ноуфир. Есть ещё у него Найтмэр. Даёт Найтмэр. Чем добить? Чем добить? Чем добивать? Потягивается Фанник. Тендерстрайк. Кинетик защитный поставил. Снова на развороте Наполеошка просто активирует свой рефракшн. Начинает пробивать Фанника. С руки очень больно. Да ладно. Падает. И можно так же чейноуфира убивать Наполеошка. Что творит этот парень? Ну посмотрите на него. Он не прощает с имперцем. 4-0-1 Смита. Остаётся постоянно на лоу хп. Поджимается рефракшн. Разворачивается. Пайд. Просто отлично сыграно. Ну и от этого парня упускают имперц, конечно. Со всеми остальными пока проблем нет. Всех остальных они убивают. Но вот темпларка какая-то слишком жёсткая. Так, что у нас там? Свен, видим, прикупил себе доминатор. Будет, так понимаю, где-то сейчас стакать. Да, вот крепочку уже отослал. Стак attention. Ну, в принципе, дефолтная игра получится. Такая для Свена. Нафармить побольше денег. Курить артефакт. И просто потом выиграть игру. Из-за три героя. Он Л-5. Уже Дольче имеет реинкарнацию. Поэтому не хочется сплошно драться. Теретья на соло ринг у Шторм Кэта. Радианс структуры фортификации. Так, ну и хвост. Тоже надоело ему страдать, конечно. Свою линию он проиграл. 0-2-0 у него. Левел седьмой. И хочется, конечно, купить себе какой-то Блинк Даггер. Побыстрее. Поэтому отправляется в леса. Так, вот очень интересный мув от Шторм Кэта. Тэп-аут не проходит. Приходит Резолюшн. Думом накрывает Шторм Кэта. Брэйн сап. И бодиблок. Ну да, здесь довольно быстро должен набивать Винтервир. Если что неприятно, спаун заблочен стал. Больше отводов не сделать. Нужно разлучить. Савит-центрик. И на фигуре этот момент прочитал. Так, вот Фаник может встрять. Снова приходится темпларочка. Рефракшн прожимается. Стан от Зайца. Удар смелта очень больно. Фаник дал глимс. Но прежде чем этот глимс сработал, Наполео успел нанести кучки урон. И убивает Десратора. Так вот уже Митрилхаммера. 900 монет. Очень-очень быстро может появиться Дезоль. Так. Там план перехват на Дольче. Заслипали. Ну, знаете, убить придется дважды. И непонятно, как это сделать вообще. Скороче, Дорф приходит Зайц на помощь. Дольче откидывается станом. Зайц ускоряется. Брейнсап первую жизнь начали. А лол. У него МП нет. Он дал стан и остался без МП. Ай-яй-яй-яй. Ошибка от Рейс Кинга. Ошибочка. Были вроде бы стики. Был ИПТ, который можно было на интеллект переключить. Но он просто не сообразил. Или не ожидал, что но Фир дотянется своим брейнсапом и съест его. Но мне и сказалось, что должен был Рейс Кинг выживать. Конечно. Ошибку допустил. Попытка забрать темпларочку. Есть. Реверсполярец. Дальше на Скивери отвозит. Как жить на полеошке-то? Как жить? Разворачивает и дерется до конца. Убивает Дисраптора. Будет ли жить сам? Нет. Добивают его крипы вместе с Магнусом. Ну, хоть Стрик сорвали. Более-менее. Разменный суппорт. Дольче, Бризоля, Спринтер Бласт, Артик Бёрн. Резоль страдает. Скирочи Тор в еще 3 секунды. Есть правда стики 10 штук. Есть парабанка. И самая простая цель. Да, прожимает самый Скирочи Тор. Приходит Заяц. Заяц стан. Даже без Тана разобрались. Стрикинг сюда. Рабан. Проверка. Ну, и потом тоже погиб. 11-14. Не считай просто ли, имперцы? Преимущество, конечно, у них хоть и есть. 4500 монет, но... И задают бой. Блинк покупает себе Алоха. Алоха в своей линии особо не уходила. Здесь довольно большое количество фрагов успел наклепать. В целом, этот герой у нас противоборствующим персонажем против Темпларочки. Потому что Пларка довольно сильная, с Дизолем будет пробивать. А у Свена, наоборот, есть анти-Дизоль. Это Варкрай, который даст дополнительную броню. Там довольно серьезные сражения должны быть. Ну что ж, Смок провязали НЛ-5. Пошел Заяц. Болевушка тоже есть. Побудем выискивать. А, Рошана будем. Ну да, да, под Эмплифайд Дэмэджем все правильно. Под Изолятором, под Мелдом. Рошана сейчас можно очень быстро слить. Снизу подавили Дольче. Дольче без МП. Есть Стики. Успеет ли заюзать? Нет, Стики не юзает и снова погибает. Он даже не дает ему возможность заюзать реинкарнацию. Спасибо, что раз у него уже не срабатывает. Сейчас, чтобы еще раз поделить Рошана имперцем, но... Рошана будет падать под Кедл Пайп. Рошана улетела на Рошана. Так. Да, на Сайграунд, да? Бидит Бизи, но Эмплифайд слишком мало. Надо же отблинковывается и уходит. Рошана будет падать под Кедл Пайп. Ну что, графики прекратили свой рост в пользу Эмплифайр. Хотя Стаки на Энженах уйдет фармить его Свен. Довольно быстро. Вообще, конечно, довольно сейвовый билд выбрал Свен такой, да? То есть через Доминатор. Очень часто можно было понаблюдать про состояние именно Свена через Мом. Которые очень быстро фармятся. Несмотря на Варкрай, второго уровня прокачки Темпларк, конечно, все равно очень больно пребывает Свен. Вот с этой подругой нужно сжать ухо востро. Пока у нее блинка нет, конечно, внезапно из-за спины она на тебя не вылезет, не ударит. Но все равно, если она дократит дистанцию, то жить ты будешь не очень долго. Так, Зайца поймали в Кинетик, дали ему слип. Прессингуют НЛ Пайп. Нет, вы сможете хорошо драку начать, да, имперцам? Потому что у Магнуса отсутствует блинтак. Но вот то количество смертей, которое получил Магнус поначалу, не позволяет ему быть активным сейчас. Так, ноуфир, теперь аним атаку. С руки пытаются забрать. Ноуфир себя слипает. Разбудили, ноуфир, езается Мека и таки погибает он от Арксира. И имперцы оттягиваются уже дальше-дальше назад, куда-то под Тир-3. Тяжело. Принимают решение не драться здесь, а просто сплитпушить, это правильно. Визуально покупает себе плейтмейл. Попит Шивасгард, опять же, еще один артефакт, который будет крайне хорошо смотреться против намплавки. Ну и Свену тоже нужны айтемы. Больше айтем. Тольче. Старт у него тоже был, конечно, такой себе, да и вот сейчас на дистанции довольно быстро убивают. Так вот, как-то время таки разорвали Свена. Ну вот Винтерс Кёрс плюс темпларка. Все же больно, все же больно очень, даже Свен. Блинк. И Блинк появляется также в Магнусе. Ну вообще, кажется, что особо проблем быть не должно. Сладдатик у нас страдал, а это он с нейтралом расправляется. Вот, у имперцев проблем особо быть не должно в случае, если они смогут Дум повесить на топларку. Тогда, по идее, все... Ну вот, сама основная сила, самый большой нетфорс на карте будет исключен фактически из-за места. Ну и, может быть, не париться. Сладдатик будет бить больно, но уже без блинков различных, там, без рефракшна, без маута. Вот, ну а Рейс Кинг пока не особо опасен. Сладдар у нас был оффлейн, таким, ну, полуоффлейн, полу-семи-суппорт. И в итоге, ну, нету денег особо. Практически сложно, как они опасны. Сирене Тольчик подловили, Тольчики. Взяли ему первую жизнь, такая серень карната сработала. Стенка, стяжечка, неплохо. И реверс полярить Анатольевича одного юзайца. Пытается на развороте его разобрать. Резолюш, конечно, подрубил тут Херчедорф. Очень-очень много он живет и очень много выхиливается. Букеры разобрали, размен одного пейна. Убирают также Десраптора, Тарксира. И в итоге это минус три, размен одного. Но увидим, да, что когда отсутствует за месяц темпларочка, сразу же имперцам драться становится намного проще. Продолжай отдавить. Да, это Шива у Дума. Ассенж у Свена. Возможно, будет какой-то вообще Хелберт. Барбук набить. Дайерс, топ-тауэр, спала. Ну, агнусу ничего нового, наверное, не появится. Пока так. Так, ну вот, Арксир наформил себе намеку. Дольч по-прежнему даже отсутствует там лет, а уже 17 минуты. И просто хайграунд поднимается имперед. Есть глиф. Вдольче. Зайц через то монет будет blink-даггер. Не хочет, наверное, лезть в драку. Его просто глимсуют. Ну и вот он тот самый заветный blink для Сардара. Так, слип, пошел. Изи. Вдольче может заглимсануть. Да, возвращают. Кинетик зажимает. Мы помним, что у него в пулдауне реинкарнация. Ну, поэтому довольно простой фракт должен получиться. На помощь ему не монета не идет. Пытается в миде придумать. Зайц залетает. Очень быстро разбирают Магнуса через Баблинка, через Стар. Амплифай на Алоху. Алоху откидывается там и бежать. Замедлять. Через 3 секунды будет у него blink-аут. Ну и же команда подходит. Ну, разворот и подраться. В принципе, 4 на 4. Почему бы и нет? Ноуфир идет. Ноуфир идет соиницировать. Глимсанули. Зайцы вернули. Все, он дает тамперинг его глимсанули. Старится разобрать Пейна. Есть Винтер Скиоррс. Ноуфир очень-очень больный. Вот он Дум, который залетает на полежку. Шива. Свен пробивается руки. Есть еще Golden Brace. Падает Darkseer. Ну, попутно его забрали. Но эту парочку тоже съели. Ну и Stormcat не отпускается. Тоже глимсанули его. Фанник разменивает себя на Винтер Верну. Приходит Dolce. Dolce пришел сюда наверно зря. У него по-прежнему кулдаун на его ухе. Если залетит какой-то стан еще один. Даже без стана разбирает. Бодиблок. Dolce отливается станчиком. И удар с руки отрезали, что его не отпускает. Курьер отъехал. Но он успел передать шмотку с Энджин Яши для Свена. Ну, все плохо теперь у НЛ-5. Драки уже проводить нормально не получается. Не готов драться Рейс Кинг. Очень много погибают в отсутствии своего ультимейта. Ну, а Топларка одна с противником справиться не может. Она была, конечно, убер раскачана. У нее было все очень хорошо. Но это одна Топларка. Которая кондрится дому. Зайца, кстати, пытается уйти. Сырением алохами с Резолем съедают Тавр. Купает владмир, говорят Тум. Рейс Кинг будет атаковать. С вакуумом стянули здесь Свену. Даряет с руки у нас Наполеошка. Приходит Шива и Резолюшн. И таким образом Свена спасает. Плохо. Страховал. Там теперь он Финс Грипп на Зайца. Фост. Скивер. Ой, его сейчас вдвоем подставят, скорее всего. Да, хвоста пробивает через Сан. Очень больно в пасту. Фост минус. Фир. Замедление. Но Фира. Ииии... Падает он. Здесь загуляли. Здесь я, конечно, Резолюшн уже подстраховать не смог. Как бы там ни было, преимущество уже около 10 тысяч для имперцев. По экспириенсу около 8 тысяч. Опять же, Цемпларка вроде как топ-1 Нетворс. А все остальные... Даже половину ее не нафармили. Да, она вот у нее 11 тысяч 800 Нетворса. 5-300 Red King, точнее 5-300 Dark Seer, 5-300, 5-200 Red King Напомню, дорогие друзья, что формат проведения первого раунда Single Illumination все-таки Best of One Поэтому здесь команда, которая проигрывает, полетается сразу с турнира И не повезло, я думаю, ребятам из NL5 попасться в первом же раунде на имперцев Хотя, с другой стороны, в какую команду здесь можно было попасть, чтобы там было больше шансов Я не знаю, все команды сильные, которые из приглашенных Ну вот разве что как на Logic Gaming, наверное Появляются все новые и новые крутые артефакты для имперцев Фанник пошел в академ, ведь есть пока Point Booster Став покупает за хвост, хочет сделать Форест Тав Ну а Янг Гат, он же Алоха Лодовый Бог, покупает за бродсворд и будет делать крит Теперь Зор пошел в соло убивать Ольча Так, помогает ему здесь тот самый Янг Гонг Янг Гот Танчик У Рейс Кингон, наконец, появляется Армьет, Темпларка покупает себе БКБ Ну, я думаю, что есть смысл дождаться появления Рошана и Эмпайр Провести еще один замес, пытаться выжать на хайграунд Ну, главное, конечно же Пытаться как-то, как-то, как-то Темпларка убить Ну, кстати говоря, она купила себе БКБ Отчасти способность это действительно будет спасать Сусловно, от того же Дисраптора То есть, по Гримсу можно не подставляться Под Статик Шторм, например Ну, все те же удары от Свена Все те же Реверс Полярити и Думы от Резолюшена Они будут контрить, Темпларку даже Не зависимо от того, есть ли у него БКБ Поэтому Все, не спасательный результат Вернем атака пошла, Артик Берн, Винтер, Скерр, Зайц Других подстанивать, чтобы Резолюшен не смог выжить Резолюшен не выживает Отлично, сыграли здесь на Упайп Очень качественно все было сделано Фокус в одного героя Плюс контроль на других персонажей Зайцы все время не срезают Так, был Скивер Реверс Полярити хвост не тратил Спинтер Бласты летает Замедление Хвост уху уйти Есть у него Хоп Став Фаник Свен Пизи Сзади, хорошо Вакуумом Троих стягивает Плюс дает стеночку Фаник был в Слипе Фаник ставит Статик под себя Погибает Темп Платка на Хайграунде Готовался, чтобы летать Но пока в это время умирает Арксир, Баффа А так как по штаммной эфиры Реверс Полярити Дольче поймали Вместе с камплажочками Давайте убиваться Заниматься год Который Янг год Он очень возрождает Реинкарнация в этот раз была И просто пятерых тут нас Выкидывает Ладно, пока пауза И я вам расскажу Тем, кто что подсоединился Что, ребят, мод играется Лист плейб, то есть непопулярные 40 персонажей были доступны Для игроков обеих команд И вот то, что вы сейчас видите, как раз такие самые Для них непопулярные герои, поэтому хвост Сделал на Магнус, поэтому Товарищ Лоха, например, играет на Свене Ну, потому что Обычно на этих героях они в Нига Ну, Дольча разобрали еще раз, конечно Здесь, против Свен, очень сложно оборваться Там Барк пытался его пробить Там под Варкрайм сделан физически нереально Простите внимание, 37 единиц парани Ну, и пытается уйти также Штормкэт Они погонят, но у Фира, но у Фира нет Форстапа Штормкэт пытался спрятаться ТПшки все равно нет Ну, были удачно Сныкался Знай эту цепочку И пережил Ну, в любом случае, конечно, файт пользуем Так, забирает Рошана Я вам, с уверением, напомню, дорогие друзья Что следующий матч будет с участием NoLogicGaming и Cicero Dejects Также Best of One Вот, поэтому Поэтому будем новый, новый мод С вами какой-нибудь смотреть Надеюсь, что это было Ну, это просто интересно Дорогие друзья, вот попробуйте Определиться и вот для себя Выяснить, да, уловить Какой мод вам был бы более всего интересен Посмотреть с участием топовых команд Ну, тут не знаю, вот есть там 13 модов всего в Dota, Dota 2 Что бы вы хотели увидеть, например, в следующей игре? Может быть, Old Random Может, вам нравится Random Draft Может быть... Ну, я даже не знаю Может быть, вам нравится Mid-Only мод Какой бы вы хотели увидеть Вот в исполнении Cicero Dejects и... NoLogicGaming Пишите, пишите в чате, пишите в твиттере, пишите в паблике, вконтакте Я потом буду смотреть Возможно, ты голосалочку потом создам Попытка была такая мини-попытка кеймпайра зайти на хайграунд Снести сторону Не особо намечалось успехом Зайд раскидывает амплифай Единственное, что у него есть такая, только блинк Это блинк из-за разряда залетел и не вылетел Потому что там его 1100 хп будет сноситься очень быстро Что, Егис есть? Все есть Да и Даусом у нас уже Свен ждет Макнуса Макнус, вот он Куда-то там выкинули просто зайца Очень быстро его забрали в интервиверну Дольче падает, нет реинкарнации Визе подцепили под статистик Пытается уйти просто пешком Ну а Дум, конечно же, на топ-ларочку был повешен Так, разкинг-то бэбэк, кстати говоря, сделал Слушайте, слушайте А Свен-то после Эгиса может взять, но на блинке Хорошо, хорошо играет Алоха Просто ушел Красиво Галейм санули, вернулись на алтаро Дольче пытался встать станции, выйдет на блинке хвост Зайца сняли Есть слип на Дольче Ну, Дольче после байбэк, но если сезринкарна, то снять раз Хочется малыми силами забрать первую жизнь, да, забирают ее Но на вторую жизнь что-то нужно еще оставить Инфибл повесили пока Тэмп-ларка заходит, есть Винтерскерс Неужели смогут что-то сделать на лайфпайп? Но нет, не пробивают противника вообще никак Бегает у нас вот по кпшкой И Свен-то таки прогрызает Наполеошка, красавчик Свен сразу же делает байбэк, снова вакуум пошел Тэмп-ларке нужно сжить, прячется в мэлд Удар с руки, вылезает и погибает Лучше сделать байбэк тоже Че байбэка, байбэк на байбэке Палеошка здесь Удар с мэлда фаника Наполеошка получает Разбудил Винтер Верну своего Самого главного физ ДПСера Но приходит здесь Янго Стан прописывает Наполеошку снова под Ультимейт Дисраптора Тэмп-ларку разобрали После пайбэка, гуд гейм был плейд Но вот так вот за 26 минут импер Справились с ребятами из Но Лайф-5 Вот так Но Лайфер-5 Что так они правильно называются Ну что, ребят, вот так вот прошла первая карта Ребята из Эмпайр под модом Лист Плейд Переигрывают Но Лайфер-5 Проходит следующий раунд Уже в следующем раунде там будет Бест-Оп-3 Буду ждать своего оппонента Вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!